Витаю всех летачих и подписчиков. Это канал «Сейчас». Я Олена Кырак и рада видеть Михаилу Шетельман, политтехнолог, письменник, автор и ведущий ютуб-каналу «Шетельман. Разум земной» на стриме. Михаил, приветствую, рада видеть. Здравствуйте, Алёна. 9 часов утра, время Киевское, 15 февраля. И вот сейчас все информационные паблики анализируют последствия комбинированной массивной ракетной атаки по территории Украины, российской. Значит, взрывы были в Киеве, Днепре, Миргороде, Запорожье и во Львове. В большинстве регионов отработало ПВО, но вот уже появляются сообщения о том, что есть разрушения, в частности, во Львовской области, Полтавской, Запорожье, даже в Запорожье, известно, пострадавших и Днепропетровской области. Власти Хмельницкой области также подтвердили повреждения гражданских объектов. Как Ваше сегодняшнее утро и вот как Вы прокомментируете новую массированную атаку? Она ведь произошла спустя 10 дней после последней, такой большой по территории Украины, которую совершила Россия. Да, ну, у меня, к счастью, сегодня как раз все нормально, потому что ПВО сбивало над Киевом ракеты на подлете еще к Киеву, насколько сообщили наши военные. По крайней мере, я не слышал сегодня никаких взрывов. Похоже, что все еще в области было сбито на этот раз, вот, и были задействованы только крылатые ракеты против Киева, то есть не было тут баллистики, не было кинжалов, вот, но это ладно, это мое личное, так сказать. А по содержанию, почему россияне именно сегодня, мне кажется, если Вы заметили, это ведь какая-то недоделанная была атака, ну, в смысле, вот комбинированная атака, у них обычно 10 самолетов, как минимум, или больше, плюс кинжалы, миги нужны для этого, плюс баллистика нужна. А сегодня что-то 4 вроде бы самолета всего-навсего с Энгельса, какие-то калибры к этому добавили, и пару искандеров, а, и корейские еще эти самые. И как-то все. То есть, у меня такое чувство, что могу предсказать, но, правда, никогда не подтвердим, что они торопились очень. То есть, они в попыхах и в торопях все это сделали, типа, как они отомстили нам за вот этот корабль, господи, как уж теперь, за Цезарь Кунников, за Цезарь Кунников, который мы потопили со всем экипажем. Я думаю, что вот поэтому была в таком срочном порядке и организована эта неожиданная атака. Ну, кстати, затопление этого корабля прокомментировал накануне министр обороны Великобритании, сказал о том, что это напоминание о том, как Украина может выиграть эту войну с нашим финансированием. Каждая нация должна выступить в защиту свободы. Ну, и 14 февраля очередное совещание союзников Украины в формате Рамштайн состоялось. Скажите, пожалуйста, вот то, о чем говорит министр обороны Великобритании, о консолидации, о необходимых объемах военной помощи. Тут какие-то продвижения будут в ближайшее время существенные? Ну, к сожалению, тут надо разделять на две задачи. Одно – это увеличение от Европы, другое – это, в принципе, то, чтобы Соединенные Штаты выделили эту самую военную помощь. Европа увеличивает, увеличивает, но по чуть-чуть, скажем так, по чуть-чуть. Вот Германия 8 миллиардов евро на этот год выделила. Та же Британия, кстати, чуть больше 3 миллиардов долларов выделила на этот год военной помощи. В сумме весь Евросоюз – это, по-моему, 22 миллиарда евро, как докладывал Боррель. Но это, что значит, весь Евросоюз? Не помощь от самого ЕС, не из бюджета ЕС. Это бюджет ЕС плюс бюджеты всех стран по отдельности, вот 22 миллиарда евро. Прибавляем британскую, ну, считайте, 25. Теперь, вот если мы отнимем США пока из этого уравнения, 25 миллиардов – это Европа плюс Великобритания. Ну, и можно прибавить там Япония, Корея, Австралия, Канада, Новая Зеландия. И в сумме мы там выйдем, не знаю, на 30. Потом еще можно будет прибавить, ведь Европа пытается на следующем саммите в Брюсселе, хотят еще выделить нам 20 миллиардов на 4 года военной помощи. Это будет еще 5 миллиардов. И таким образом почти Европа плюс остальной мир доберется до той суммы, которую нам обещали, планировали выделить Соединенные Штаты Америки на военную помощь. Вот. И о чем вы-то говорите? Что значит? Ну, Европа-то свою работу, как говорится, сделает, насколько это возможно в рамках такой традиционной, что ли, мощности. А вот американцы, там все зависло пока, а ведь там мы критически зависим, потому что там сумма военной помощи американская равна всей остальной военной помощи всего остального мира. Вот. И тут не все в наших руках. Но и Европа могла бы ускориться, потому что чем больше европейцы понимают, что они следующие, что Путин собирается нападать дальше на страны НАТО, что, в общем, уже, по-моему, достаточно стало очевидно всем европейским лидерам. То вот сегодня была, кстати, интересная цифра из Блумберга, что Европе, чтобы прийти в военный баланс с Россией, понадобится 10 лет. А Россия будет готова напасть на НАТО через 5. То есть как бы надо бы ускориться. И инструменты для этого есть, потому что Россия тратит на оборону вот в этом году, на всю войну, не на оборону, на всю войну вместе взятую, со всеми деталями. 150 миллиардов – это ее предел. У России больше просто нет денег. Она больше потратить в принципе не может. А для Европы 150 миллиардов – это было бы смешно. Это было бы, знаете, сколько там. Вот Россия тратит треть от своего бюджета. А для Европы 150 миллиардов – это было бы примерно 2% от бюджета всех стран вместе взятых. 2%, а Россия 30%, а Европе 2% пока что. Так как тут выйдешь на баланс? Ну потратите 10%. И просто тогда от России рожки до ножки останутся через пару лет. Причем мы сами все сделаем. Вы нам просто оружие дадите. Кстати, о Соединенных Штатах Америки, где, собственно говоря, вопрос предоставления очередного пакета военной помощи Украины, он подвис в воздухе. Тут новые сообщения появились. И вот в четверг на брифинге советник Байдена по нацбезопасности Салливан будет об этом говорить. Байдена проведет брифинг для лидеров Конгресса по некой угрозе нацбезопасности, как об этом сообщили американские СМИ. О чем идет речь он не уточнил, но также на канале ABC News появилась информация о том, что Россия хочет разместить ядерную бомбу в космосе. Возможно, что этот брифинг будет связан как-то вот с этой всей историей. И насколько, если речь идет о некой угрозе нацбезопасности Соединенным Штатам, сейчас фокус всего американского внимания, внимания всех американских политиков может переключиться именно на эту тему? Ну, внимание не может на эту тему переключиться. С одной стороны, да, вроде бы по сведениям ABC как раз речь действительно пойдет про размещение России ядерного оружия в космосе, но это не о том, что Россия будет ядерное оружие применять против земли, потому что она на землю из космоса сможет сбрасывать ядерные бомбы. Похоже, у них нет такой возможности, иначе бы они уже что-нибудь, нас бы бомбили уже из космоса, как Рогозин предлагал, но технически неосуществимо. Не получается, она сгорит в плотных слоях атмосферы, эта бомба. У них нет технологий таких у россиян, у них же нет многоразовых этих ракет, как у Илона Маска, у них же все одноразовое, ну, как и вся Россия, вот. Поэтому это все угрозы, типа, что они этой ядерной бомбой будут взрывать спутники американские, вот так все это устроено. Ну, мне кажется, что если действительно он это расскажет, то это скорее такой еще один способ убедить конгрессменов, другой политикум, что Россия очень опасна, что Россия это опаснейший изгой, что надо ее как можно больше изолировать и как можно больше наносить ей ущерба разными всеми возможными способами. В том числе, например, выделяя помощь Украине, а мы ее будем тратить, эту помощь ведь на что? На уничтожение военных россиян, на уничтожение российского военного потенциала, и это все абсолютно на пользу Америки. Вот в этом будет убеждать Салливан американский политикум. Сейчас на повестке дня один вопрос. Вот этот пакет помощи на 100 с лишним миллиардов для трех стран, или на 96 с лишним миллиардов для трех стран, и весь Белый дом занят тем, чтобы пропихнуть этот пакет через Конгресс, чему пока препятствует, по сути, один человек Майкл Джонсон? Может быть, Джонсон отправлен в отставку в связи с таким развитием событий? Да вы знаете, я не удивлюсь, уже же за время войны там кого-то отправляли какими-то такими способами там в отставку, потому что сейчас в чем конфликт там, чтобы понимали зрители. Вот Сенат утвердил, осталась Палата представителей Конгресса, все. Вот это финальная, так сказать, точка утверждения этого пакета помощи. В этом пакете помощи уже нет никакой там границы с Мексикой, а просто вот военная помощь. И сейчас стало достаточно очевидно, что один человек, председатель, спикер Палаты представителей, что он лично, прямо лично, по поручению Трампа тормозит прохождение этого закона. Именно он лично говорит, а я, говорит, не буду выставлять на голосование. При этом раньше был пакет, в котором была и помощь Украине, и вопрос по государственной границе США, и он говорит, нет, плохо проработано по США. Вот это плохо проработано, по границе. Теперь пакет этот убрали. Ну, в смысле, из этого пакета убрали историю с границей. А он говорит, теперь, ну нет, теперь же там нет вообще истории про границу, как мы будем это голосовать. То есть это явное такое заморачивание этой всей темы. И что говорит Байден про это? Он говорит, если этот пакет поставить на голосование, то большинство конгрессменов будут за. Что, скорее всего, правда, потому что мы видели в Сенате 70 голосов было за этот пакет. 70 из 100. 70 из 100. А это означает, что очень большая часть республиканцев проголосовала за. И в Конгрессе очень большая часть республиканцев проголосует за. Поэтому если его выставить на голосование, он будет принят. Вопрос как бы только, как его выставить через спикера. Но это не американская традиция, вы понимаете, как говорит Байден. Правда, он говорит это про Трампа, но неважно. Это не по-американски так себя вести. То есть это же очень заморачивать на процедурных вопросах, это такое. Вот раньше Верховная Рада когда-то до революции достоинства так любила делать. Именно на процедуре заморачивать важные инициативы. Но это не по-американски действительно. Поэтому может быть любое развитие сейчас событий внутри Конгресса. Конгресса. Существенно ли давление Трампа в этих всех законодательных инициативах? И на чем оно вводится? Да. На подкупе или на угрозах? Потому что вот даже в американских СМИ там разная информация появляется. Ну как вы понимаете, я настолько далек от Америки, что я читаю только эти самые американские СМИ. Никаких сведений дополнительных у меня нет. Это уж совсем надо быть как-то уж очень там прям на вашингтонских улицах узеньких бродить, так сказать, и со всеми в кафе разговаривать и обсуждать. Ну судя по прессе американской, да, это угрозы со стороны Трампа. Угрозы того, что, дескать, не возьму потом какую-то свою команду. Хотя в какую команду, непонятно. В общем, он давит через партию, по партийной линии на всех. Мол, дескать, партбилет на стол, если неправильно проголосуешь, что-то в таком духе. Но опять он же сильно пытается сломать по-настоящему Трамп американские устои. Он решил прийти с некой новой системой государственного устройства. Что он будет? Государство – это я, да? Государство – это я, это такая теория Трампа. Поэтому вот так. Но я не знаю, а было бы это без Трампа, а было бы это без давления Трампа. Тоже не очевидно. Может и было бы. Поэтому я бы не списывал так все очень просто. Это не все так просто, что, дескать, вот Трамп такая сволочь, единственный в одно лицо все это делает. Там много конгрессменов вообще-то. Они не зависят напрямую от Трампа. У них своя программа, свои дела и свои избиратели. Они зависят от своих избирателей. Блумберг пишет о том, что Трамп собирается принудить Украину к мирным переговорам с Россией, если победит на выборах президента. Ну, кстати, он неоднократно своим избирателям говорил о том, что за 24 часа закончат войну, еще даже до инокурации, еще даже в ноябре это может произойти. Так вот, как пишет Блумберг, что как давить на Украину Трамп может? Он может сократить военную поддержку, ну а для того, чтобы Путина заставить сесть за этот стол переговоров, будет наоборот говорить о том, что увеличит военную помощь Киеву. Как вам такой расклад от Блумберга? Насколько он вписывается в концепцию мышления, да, политического самого Дональда Трампа и его поступком? И в этой связи у меня к вам вопрос, а действительно ли Путин и Кремль ждет возвращения Трампа? Потому что по данным того же Блумберга, после встреч с Трампом, российские чиновники его просто не поняли. Значит, первое, Блумберг описывает ситуацию, вот в этом всем материале, некий мозговой штурм советников Трампа, которые между собой обсуждали вот такой вариант. Это раз. Какой вариант они обсуждали? Они обсуждали, что мы сможем, ну наша будет целью, если Трамп побеждает на выборах, то наша одна из целей будет посадить Зеленского и Путина, прямо лично этих двух людей, за стол переговоров. Как мы это сделаем? Спрашивают сами у себя. Ну это такая игра, да, умственная игра была у них проведена. Как мы это сделаем? Как мы заставим Зеленского сесть за стол переговоров? А мы скажем, не сядешь за стол переговоров, мы прекращаем военную помощь. Понятно. Как мы заставим Путина сесть за стол переговоров? Не садишься за стол переговоров, мы увеличиваем военную помощь Украине. Тоже понятно. Ну вот такая вот история. Одному будем угрожать этим, другому вот этим. Спрашиваете, вы вписываете ли это в политику Трампа и его мышления? Да, потому что он это говорил, для этого не нужен нам Блунберг. Он прямым текстом вот эти все рассказывал. Когда ему во время очередных каких-то интервью, дебатов, ну это было несколько месяцев уже назад, спросили, а как именно вы собираетесь за 24 часа прекращать войну? Он прямо сказал вот именно это. Я заставлю Путина вот таким способом и заставлю Зеленского вот таким способом. Все это уже было рассказано непосредственно Трампом. Здесь не нужно как бы сенсационных копаний Блумберга. Но теперь идем дальше. Значит, предположим, он все это сделал. Ну предположим. Вот Трамп сначала пришел к власти, что уже сама по себе задача. Потом вот таким шантажом одного и второго посадил за стол переговоров. Ну сели такие Зеленский и Путин. Зеленский говорит, значит, ну давайте, Владимир Владимирович, пункт первый. Выведите все войска. Путин говорит, нет, давайте по-другому. Пункт первый. Прекратите стрелять и признайте все оккупированные территории частью Российской Федерации. На этом переговоры закончены, правильно? Или что? Трамп сядет рядом и скажет, нет, ты соглашайся и ты соглашайся. На что соглашайся? Там же разные предложения. Дело в том, что наши позиции настолько расходятся, Россия и Украина, что дави, не дави. Что ты добьешься в результате, в смысле? Если нет никакой общей платформы. Ладно бы она была, ладно бы там были какие-то расхождения в каких-то вопросах. Нет, здесь принципиально. Либо мы существуем, либо они существуют. Здесь по-другому быть не может. И вот Трамп столкнется дальше. Это мы сейчас такую далекую историю рисуем. Трамп еще не победил на выборах. Еще никого не принудил к переговорам. А мы уже обсуждаем сами переговоры. Просто продолжаем игру советников Трампа. И в этой игре что приходит? К чему приходит? Что не получилось? Что дальше будет делать Трамп? А вот тут мы к нему в голову не залезем. Вот предположим, да, я их посадил за стол переговоров, они не договорились. Я что сделаю тогда? Вот ведь вопрос. И в России-то понимают, я думаю, все-таки, ну, хоть кто-то из руководства России понимает, что Трамп непредсказуем. Что Трамп в такой ситуации может сказать, ах ты сволочь пляшивая про Путина, не хочешь договариваться? Тогда вот тебе, вот тебе, вот тебе. И все что угодно может предпринять по этому поводу. Как он уже предпринимал свою первую каденцию? Он уже перекрывал строительство Северного потока-2, вводил санкции даже против отдельных кораблей, которые его строили, поставлял нам джавелины, много чего делал за это время Дональд Трамп. И он может продолжать делать много чего. Может разбомбить российские позиции в Сирии. Ну, так, чтобы заодно двух зайцев убить, я, мол, и Израилю помогу, и россиян приуменьшу количество военных. Он все может, всякое разное может. И когда вы говорите, что там, кто кого ждет, ну, не знаю, можно ли верить Путину, но вчера он давал интервью своему этому очкастому карманному корреспонденту и сказал, что он, что России выгодна именно победа Байдена, как более предсказуемого и более мудрого политика. Кстати, коль уж мы затронули тему заявлений Путина, он также сказал, что не получил полного удовольствия от интервью с Такером Карлсоном, поскольку не было цитата о острых и провокационных вопросах. Звучит смешно, потому что многие аналитики говорят, что Кремлем там каждая буква в этих вопросах вычитывалась. К чему это заявление? И действительно ли Путин недоволен собой, может быть, в этом интервью? Конечно, конечно. Это такая, после драки пришел махать кулаками. И даже я вот очень как раз живо представляю себя, поскольку я-то зачастую бывал в таких ситуациях, где мой кандидат, например, в президенты или какой-нибудь там политик, с которым мы работали над каким-нибудь интервью, вот он оставался недоволен собой, что он в такой ситуации, если он достаточно был, обладал достаточными возможностями, требовал. Говорит, а я хочу продолжение. Он требовал продолжения банкета. И я вот думаю, Путин вышел с этого, посмотрел это все, послушал реакции своих там, не знаю, кто ему там объясняет, да, ну, каких-нибудь там водителя или еще каких-нибудь своих там помощников. Явлинского, не знаю, послушал. Они ему рассказали, что он неправильно сделал. И он закричал подать сюда Такера Карлсона. Вот типа я буду продолжать, я требую продолжения банкета. Потому что я же не все сказал. У него, я абсолютно уверен, что никакие вопросы, ни с каким Кремлем у Такера Карлсона не были согласованы. Это мы занимаемся такими выдумками. Я уверен, что нет. Зачем? Почему? Такер Карлсона не пойдет на это, ему это не надо. Это темы оговариваемые, да, а вопросы нет. И мы слышали это интервью и понимали, что за два часа Такер Карлсон не успел задать толком никаких вопросов. Потому что Путина несло по своей программе. Но он не всю программу выдал. У него было замечательное шоу, отличные шутки еще. И вот он позвал своего этого очкастого и начал ему все эти шутки рассказывать. Решив, что это будет, пускай, продолжение шоу с Такером Карлсоном. То есть вот то, что он не успел высказать Такеру Карлсону, все, теперь он высказывает дальше. То есть там снова шутки про евреев, про еврейские погромы, про вот Байдена, что-то там еще я уж не помню. Про то, что поздно начали войну. То есть, а ведь я еще не старался, а я еще вот этот номер не выдал. Ну, такое поведение стандартное достаточно. Кстати, 12 февраля Путин должен был лететь к Реджепу Эрдогану, но этот визит не состоялся. И Эрдоган это один из тех, кто, кстати, в свое время тоже с идеей переговоров постоянно появлялся в медийном пространстве. Каким-то образом говорил о том, что хочет все-таки за стол переговоров Путина и Зеленского посадить. А скажите, пожалуйста, связано ли это с тем, что сейчас Турция будет дистанцироваться от России? Отмена этого визита. Своей. Не знаю, честно сказать, не знаю. Я знаю одну вещь про этот визит всего, потому что остальное это там не до конца понятно. Ну, вот даже две, пожалуй, вещи. Давайте начнем с первой. Зачем Путин собирался в Турцию? Ну, кроме того, чтобы покататься, полетать, все-таки куда-то пускают, уже красиво, хорошо и так далее. Если по содержательной части, они оглашали точно два пункта повестки дня. Один из них был договариваться о зерновом коридоре для Украины. Вот прям серьезно. Эрдоган собирался, это говорил не кто-то, это говорил министр иностранных дел Турции, что сейчас де-факто корабли ходят, ну, сюда гражданские из украинских портов ходят и возят грузы, де-факто. Но мы хотим, говорит, юридически с Путиным об этом договориться. Но я думаю, что Украина, то бишь мы, то бишь наша власть, когда ей такое предложили, в ответ сказала, а не пошел бы он за русским военным кораблем. Мы в этих договорностях принимать участие не будем. Поэтому вы, товарищи, там, правительство Турции, с ними ни о чем не договариваться от нашего имени. Нам не нужно ничего юридически. Если они будут выделываться, мы потопим их танкеры, у нас теперь есть для этого. Если мы топим раз в месяц достаточно большой военный корабль российский при помощи наших дронов, то уж поверьте, танкеры и зерновозы мы как-нибудь потопим без всяких вообще препятствий в Черном море российске. Что мы однажды уже сделали, просто взяли и взорвали танкер. И тем самым мы и проложили себе этот зерновой коридор. Потому что Россия теперь боится нас атаковать. Мы же нанесем им гораздо больше ущерб, чем они нам, если прервем их судоходство. Поэтому нам это все не надо. И Турция такая, упс, а что она должна договариваться с Путиным, если она не имеет полномочий от Украины. Это была первая часть договоренности, о которых могла идти речь. А вторая часть это экономические. То есть, понятно, что есть еще какие-то, про них я не знаю. Но из того, что известно и было оглашено. Это экономическое сотрудничество. А с экономическим сотрудничеством после 1 января произошла катастрофа у России с Турцией. Потому что, чтобы было экономическое сотрудничество, нужно платить за товары. Нужно платить. Россия покупала в Турции огромное количество всего. И должна была это все оплачивать. Оплачивать из российского банка в турецкий банк. Но приехали люди из Госдепа в Турцию. И каждому турецкому банку, частному и государственному. В основном частные банки. Объяснили. Будете принимать платежи из России, попадете под вторичные санкции. В общем, под такие же, как все остальное. Отберем свифт и все такое. И турецкие банки тут же просто перестали принимать платежи. И сейчас это у них на катастрофическом уровне, как они и сами. Это признала Россия. То есть это уже признал Песков прямо, что да, все очень плохо. Они не могут платить за товары в Турцию. Любой товар, который... Хоть какое-то сомнение, что он двойного назначения. Или что компания, которая его покупает, находится под санкциями. Или ее владелец под санкциями. А в России сейчас все под санкциями практически. Но если взять весь крупный бизнес, он весь же под санкциями. И получается, что никто особо ничего из Турции купить не может. И о чем тогда рассуждать-то? Ну вот приедет Путин, скажет, Раджи, куда это годится? Твои банки нам отказывают. Закрыли нам счета все. Отказывают принимать платежи. Зачем Эрдогану объясняться? Пусть лучше Путин потом приезжает. Это же было, я так понимаю, отказано Путину в визите. Сказали потом. Летом приезжай. У нас тут летом тепло, а сейчас что ехать? А Эрдоган может выжидать результатов, во-первых, так называемых выборов в России и обстановки, которая будет после этих выборов? Потому что тут тоже очень много знаков в вопросах. Нет, я думаю, он даже не знает, что в России выборов. Он очень удивится, если Эрдогану сказать, что в России бывают выборы. Он скажет, кто? Кого? Путина? Зачем? И кто же его тогда выбрал? Нет, я думаю, что вряд ли кто-то всерьез, кроме нас, вообще интересуется этой темой. Для нас это в качестве скорее такого циркового развлечения, эти выборы в России нынешние. Ну почему они нам нужны? Ну потому что нам же нужно посмеяться над нашим врагом, высмеять его как-то. И мы рассматриваем эти выборы как один из инструментов высмеивания российского политикума. Все, больше ни для чего. Мы же не рассчитываем на то, что выборы перевернут историю Российской Федерации. То есть сюрпризов никаких не предвидится. Надеждин там революцию не организует в связи с тем, что его не зарегистрировали. Он уже мог бы, но он уже не организовал. Уже. Все, это не то, что когда-то... Он вботребление суда, чтобы он уже окончательно отказался. Ну слушайте, ну кто так революцию делает? Раз революции делаются так, революции так не делаются. Когда тебя сняли с выборов, а ты хочешь сделать... А ты хочешь общественным давлением добиться твоего восстановления, ты должен прямо сейчас собираться на площадь, а не через месяц. Через месяц уже не получится, уже поздно. Все уже забыли, кто такой Надеждин. Вот люди стояли в очередях, собирали подписи. Это движение продлилось... Это такая короткая вспышка, да, вспышка народного движения. Она продолжалась там три недели, условно говоря. За три недели народ консолидировался вокруг Надеждина реально. Он каждый день был в прессе, ну в оппозиционной, да, но каждый день давал интервью, каждый день. Про него все реально говорили. Его прям по-настоящему эти россияне полюбили. Было нельзя слово против сказать. И вот он приносит торжественно все. И вся Россия смотрит, как он приносит эти бумаги. И вся Россия смотрит, как его снимают с выборов. Но если тебя сейчас сняли, ну сейчас и дело революции. Все это единственный, кто, все уже забыли, кто такой Надеждин. Уже с тех пор было интервью Такера Карсона, с тех пор было еще что-то и то, и все. Кто вспомнит вообще, что такой человек был? Просто все забыли про него. Сейчас у него часто берут интервью? Да никому он уже не интересен. Еще одна тема, которую я хочу с вами обсудить, это заявление постпреда Китая при ООН на совбезе ООН, где он призвал Соединенные Штаты не помогать Украине оружием. А также еще и напомнил о том, что Минск, мол, в 2014 году соглашения Минские были подписаны, и их надо выполнять. Что это было? Не знаю, попросили, наверное, в обмен на что-нибудь, по какому-нибудь бартеру там. Ну, россияне попросили, мол, вот знаете, а можете вы нам что-нибудь. Ну, у них же, наверное, есть такое договорные матчи. Вы с нами в ничью сыграете здесь, а мы с вами в ничью сыграем там. Ну, в смысле, вы сейчас напомните им про Минск, а мы потом что-нибудь про Тайвань скажем. Я думаю, что они в таком духе, потому что вряд ли китайцы по-настоящему интересуются Минском. Примерно так же, как Радоган выборами в России, они интересуются. Ну, то есть нельзя говорить о том, что нельзя рассматривать сквозь это заявление сейчас политику, возможно, какого-то сближения существенного России с Китаем. Да нет, у них, я думаю, что достаточно определенные вот эти отношения и дистанция определена, и за два года войны нашей они не меняют. Была попытка их изменить, кстати. Была попытка, когда СИ приехал в Москву и пытался что-то как-то там, не знаю, внести какие-то коррективы в их отношения, улучшить их, возможно, сблизить. Но Путин не пошел ему навстречу, это очевидно. И все на этом закончилось. Просто все закончилось после того визита. Мы больше не слышали ни о каких совместных инициативах. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Михаил, благодарю вас за то, что нашли время и возможность присоединиться к нашему стриму. Берегите себя и до скорых встреч. Спасибо, спасибо, Алёна. Традиционно наших глядачей закликаю поширювать этот стрим, поддерживать его своими лайками, коментарями. Ну и так само не забывайте подписываться на канал сейчас, на канал Михаила Шейтельмана. Вернее, в описании под этим видео вы получите посылание на канал Михаила. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»